Добрый день, с вами Дмитрий Трофимов. Тема сегодняшнего видео называется Как легко ставить людей на место или управление конфликтами, словесными конфликтами. И техника, которую я вам дам, она прекрасно работает, если вы ее затренируете. И будете понимать, как эта техника должна работать. Именно по каким признакам вы точно определите, что вы побеждаете в конфликте, в словесном конфликте. Техника очень простая. Задавай вопрос. И есть некоторые нюансы. Что значит задавай вопрос? Ну давайте, в качестве примера, вас кто-то оскорбил или вам что-то сказали неприятное. Допустим, там, фу, что это у тебя, что это за рубашка отвратительного цвета? Кто такую рубашку носит? Неважно, кто это сказал. Друг, подруга, может быть, там, мама, папа. То есть неприятно. Все равно, да, вот это было неприятно. И ваша задача – задать вопрос. Встречный вопрос. А ты что, стилист? А ты что, разбираешься в мужских рубашках? А ты что, хочешь мне помочь выбрать другую рубашку? А ты что, может быть, специалист по вышивке? Я не знаю, может быть, ты там шьешь что-то? А ты что, любишь докапываться до людей? А ты что, самоутверждаешься за чужой счет? То есть ваша задача – задать вопрос. И когда я говорю, что эта техника действительно эффективно работает, люди говорят, ну и что, вот я задам ему вопрос, да. Я задам вопрос. И он скажет, да, я стилист. Что дальше? Поймите, что когда он согласится, что он стилист, вы можете продолжить дальше его уже стебать по этой теме. Сказать, что если ты стилист, ну тогда посоветую, какую одежду лучше взять. Или ты, если так разбираешься в одежде, покажи мне, покажи, кто классно одевается. То есть вы тогда в этом образе, который он согласился, вы в этом образе начинаете его дальше продолжать гасить, стебать. Можно обсмеять его, можно жестко сказать, что если такой стилист, докажи это. То есть вы все равно в этом образе продолжаете с ним дальше играть. Это не значит, что если он согласился, вы такие, о чем мне дальше задавать, какой вопрос. У вас есть варианты. Первый вариант. Вы можете дальше задавать вопрос. Если он скажет, да, я стилист, тогда можно задать ему вопрос по этой теме. А в чем именно ты стилист? В какой одежде? Ты, может быть, в женской одежде стилист, если это мужчина. Можете в эту точку надавить. А если это женщина, вы можете тоже что-нибудь по этой теме сказать. То есть, ваша задача задать какой-то вопрос. Это первый вариант. Второй вариант, вы можете просто сказать утверждение, но уже в том образе, в котором он согласился. Важный нюанс. Некоторые люди, когда ему задаешь вопрос, он начинает говорить, я же тебе первый задал вопрос. Почему ты не отвечаешь на вопрос? Почему ты отвечаешь вопросом на вопрос? Так некультурно. Есть такие вот люди, которые уже просекли эту фишку и могут так давить. Или сказать, я же задал первый вопрос, значит, ответь на него. Так вот, в этом случае вы говорите, а тебе какая разница? То есть, вы опять задаете вопрос, а тебе какая разница? То есть, вы продолжаете это делать. То есть, дальше продолжаете задавать вопросы. Либо можете дальше сказать предположение, а что, мы играем в какую-то игру, в детскую игру, где кто первый задал вопрос, то ты должен отвечать, а что, если ты первый задал вопрос, то где-то это прописано, да, вот именно, что ты король всего мира, ты король всего мира, и обязательно нужно отвечать на этот вопрос. То есть вы продолжаете дальше задавать вопрос, встречный вопрос продолжаете задавать. Еще важный нюанс. Это, Дим, ну хорошо, я могу задавать вопросы, но просто мне в голову ничего не приходит. Вообще ничего не приходит. У меня все, ощущение такое, что вот мне что-то сказали, оскорбление какое-то. Я честно не знаю, я теряюсь, какой здесь можно задать вопрос. А вот на эту сложность у меня уже есть видео, да, по ссылке пройдите, посмотрите. Техника, это создание образа, да, или цепляние образа на атакующего. То есть, это видео есть, техника прекрасная, вы можете затренировать ее и соединить с этой техникой. Фактически я это сделал, да, я создал образ и задал вопрос. Это очень хорошо работает. Ну и самое главное, что надо пояснить. Когда вы задаете вопрос, ваша задача, чтобы его внимание или внимание атакующего перешло на него. То есть, вы начинаете обсуждать его. Вот это самая главная фишка этой техники. Еще раз, внимание атакующего на вашу рубашку, конкретно на вас, да, должно переключиться на него. Вы должны обсуждать его, неважно, согласится он с этим, не согласится, но вы обсуждаете его. И вы продолжаете добивать вопросами его, да, чтобы он продолжал в этом образе вариться, никуда из этого образа не уходил, согласился с этим образом и отвечал вам, потому что вы лидер, потому что вы задаете вопросы. Помните, кто задает вопросы, тот задает ход беседы. А можно еще сказать по-другому, кто задает вопросы, тот главный в беседе. Это важно, это очень важно. И в конфликтах тоже есть ведущая страна. Та сторона ведущая, которая задает вопросы. А знаете, почему она ведущая? Потому что другой отвечает на эти вопросы. Все очень просто. Напоминаю, у меня есть телеграм-канал, у меня есть вконтакте страница личная, у меня есть паблик, у меня есть инстаграм. Заходите по ссылкам, посмотрите все, подпишитесь на меня и поставьте лайк. И много-много чего еще можете мне написать в комментариях, какие-нибудь интересные ваши замечания. Можете написать какой-нибудь комментарий, например, да, Дима, прекрасно, я прокачался в этой технике. И спасибо тебе. Дмитрий, а почему вы в розовой, в отвратительной розовой футболке? А ты что, специалист по футболкам розовым, что ли? Или что, у тебя комплексы неполноценности, ты сам в черной футболке, ты не можешь раскрепоститься, почувствовать себя настоящим, свободным и можешь одевать что угодно? У тебя что, психологические комплексы и проблемы?